Итак, ну а мы продолжаем. Олимпийский чемпион Арсен Фадзаев вернет свои награды, если российских спортсменов не пустят в ее. Он написал открытое письмо президенту Международного Олимпийского комитета Тому Субаху. По мнению бывшего борца, если чистым от допинга участникам не дадут выступить на соревнованиях, это будет означать, что олимпийская идея умерла. Сам Фадзаев также решил для себя, что не будет олимпийским чемпионом, если те, кого он тренирует, не смогут принять участие в Олимпиаде. Спортсмен, двукратный обладатель золотых медалей 1988-1992 годов по больной борьбе. В этом виде спорта есть даже специальный термин «фадзаевский захват». Ну а атлетам, не попавшим в Рио, обещают выплатить компенсации на специальном турнире. Его проведет Всероссийская федерация легкой атлетики. Но он, безусловно, не заменит самые важные соревнования, саму Олимпиаду. Ранее Международный спортивный суд отклонил апелляцию российской сборной. Теперь национальная команда лишится как минимум трети золотых наград. А легкоатлеты считают, что в мир большого спорта вмешалась и большая политика. Почему это произошло, расскажет мой коллега Артур Матвеев. Олимпийский комитет России не вправе отправлять российских легкоатлетов на Олимпийские игры. То, что сказал генеральный секретарь спортивного арбитража в Лозане Матье Рип, не прозвучало громом среди ясного неба лишь потому, что гроза приближалась постепенно, и раскаты были слышны издалека. 67 российских легкоатлетов не поедут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Самые медалиемкий вид, в котором разыгрывается 47 комплектов наград, разыграют без нас. В Лондоне из 23 медалей высшей пробы 8 принесли легкоатлеты. Это треть всего золота. На этой Олимпиаде они точно добавили бы веса наградам страны. Есть некий план, да, медальный план. Ну, я думаю, что мы рассчитывали где-то на 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые. Это если гордиться или скромничать? Это если официально заявлять, скажем так. Но я повторюсь, Олимпиады это такое соревнование, что оно непредсказуемое. Непредсказуемо еще год тому назад, но Олимпиаду украли у зрителей и спортсменов, которые ни разу не были заподозрены в употреблении допинга. Это и двукратная олимпийская, и трехкратная мировая чемпионка по прыжкам в шестом Елены Исенбаева, и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иванухов. Это и чемпионы мира, атлеты, которые всю жизнь шли к своему главному старту. Например, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина. Не поедет на игры и чемпион по прыжкам в длину Александр Миньков, и призер чемпионата Европы по метанию молота Сергей Литвинов, и феноменальный российский атлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Не о спорте, олимпийские идеалы, олимпийское движение. Я не вижу, как оно вообще может дальше существовать в такой ситуации. Конечно, я говорю, что вся эта ситуация, она с самого начала началась не без повода со стороны российских организаций и российских чиновников, но очевидно, что давление из-за рубежа было беспрецедентным, колоссальным. В четверг на стадионе в Жуковском на Кубке России собрались почти все легкоатлеты, которые должны были представлять Россию в Рио. И порой из спортсменов вырывались не по олимпийски резкие высказывания. То, что у меня в душе нельзя озвучивать по телевидению. Но иногда даже бывает такое желание прибить всех тех людей, которые этому содействовали. Спортивные чиновники бессильно разводили руками. Виталий Мутко, комментируя вердикт Лозангского суда, опять сослался на несправедливость антидопингового доклада и, мимоходом похвалив свою работу на посту министра, нарек происходящее политическим заказом. Кому-то не нравится, что в Российской Федерации государственная политика в области спорта – это приоритет. Мы хотим сделать здоровую нацию. Мы проводим много крупных спортивных событий. Мы сегодня вернули свои традиции в спорте. И поверьте мне, не за счет допинга. Мария Захарова была в оценках еще более резкой и сразу указала на заказчиков за океан. Она сравнила российский допинговый скандал с военной операцией Соединенных Штатов по изоляции нашей страны. Это просто преступление. Это преступление. Вот знаете, есть преступление против человечности. Это глобальный термин, юридический. Я думаю, что то, что делают сейчас вот эти архитекторы всей этой истории, всей этой компании – это какой-то новый вид преступления. Я думаю, что его можно назвать просто преступлением против спорта. У российских атлетов есть еще минимальный шанс поехать на Олимпиаду в том случае, если такое решение примет Международный комитет. Решать будут в воскресенье. Но результат уже сейчас всем очевиден. Российские атлеты и тренеры, и чиновники, и дипломаты сошлись в одном. В международном спорте началась новая эра. Эра, в которой Олимпийская хартия превосходства спорта над политикой больше не действует. И поэтому Олимпийский спорт, как большая трибуна примирения разных стран мира, больше, к сожалению, не существует. Артур Матвеев, Live. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова